Минек Чувашии повысил прогноз по индексу производства по году с 96 до 99 100% к уровню 2012 года. В любом случае показатель получается меньше, чем годом ранее. Тогда было чуть свыше 107%. На чем основываются такие более благоприятные ожидания, сегодня на встрече с журналистами рассказал исполняющий обязанности министра экономики Владимир Аврелькин. Выводы об увеличении индекса небеспочвенные, заявил нынешний глава профильного министерства. Расчет по-прежнему на сотрудничество со стратегическими партнерами в лице госкорпораций и подписанная с ними программа. В рамках этих соглашений предприятия республики получают заказы. Вместе с тем, по-прежнему жива надежда, что на поправку пойдет одно из крупных предприятий по производству тракторной техники. Ситуация там сильно влияет на машиностроение и экономику республики в целом. По оценке Минека, именно там допущено наибольшее снижение. Сегодня ситуация выравнивается. Если мы в начале года производили ноль вагонов, и в течение трех месяцев мы на нуле стояли, то сегодня у нас уже 400 вагонов, в конце года 500 и со следующего года тоже 500 вагонов они будут производиться. Поэтому еще раз говорю, что в принципе в следующем году мы, я наверное не ошибусь, что мы будем впереди первой тройки-пятерки, это привозка в федеральном округе, это точно. Сейчас бизнесы власти ищут новые решения, чтобы усилить позиции российских производителей. Что мы делаем? Мы сейчас выносим технические регламенты, которые будут действовать в рамках Евроазиатской комиссии, для того, чтобы запретить сюда ВОЗ, не запретить, вернее, ограничить ВОЗ, там, некачественные техники, которые сегодня имеют место быть. Первое, потом мы стараемся диверсифицировать все-таки экономику, мы пытаемся наложить такую определенную долю господдержки на субъекты малого и среднего бизнеса и делаем упор на них. Сегодня примерно 40% от всех работающих представили субъекты малого и среднего бизнеса, это порядка 120 тысяч человек. Поэтому обеспечение качества новой работы, обеспечение новыми проектами, для нас тоже это приоритетная задача. Что касается другой важной отрасли промышленности, химической, то там тоже не просто сказывается вступление России во Всемирную торговую организацию. Сложно выдерживать конкуренцию с другими производителями. Положение в химической отрасли определяют три крупных предприятия республики. Где-то раньше, где-то позже, но идет модернизация производства, реструктуризация и диверсификация внедрения новых технологий. В ближайшем будущем от этих процессов ждут отдачи.